Друзья, всем привет! Сегодня выпуск будет с горы Мраморки. Так как я не успел записать начало, я начну его с конца следующего выпуска. Это секретная смотровая на снегоходе. Поэтому приятного просмотра смотрите Виафираты Мраморка. Так, идем на Виафираты. Начало Виафираты специально сделано так, чтобы не все желающие могли сюда попасть. Короче, вход не каждому. Я пошел в секретное место. Он пошел в секретное место за лестницей. Ждем. Я пока отвернусь, чтобы не было видно, куда он пошел. Проходной билет на Виафираты выглядит именно вот так. Недается только по согласованию. Один у нас элемент есть для зимних восхождений. Летом он не нужен. У нас есть мягкие кошки. Это сервис, да? Пришел, тебе одели кошки. Главное, кто одел? Мастер спорта России. Двухкратный чемпион. Полезли? Ну, козы выходят в кабаргат просто. Выходят по дороге. И мимо нас проходит, как собака. Двух метров. Я такой, смотри. Мы камеру схватили, давай ее снимать. Ей некуда деться. Мы ее из всех ракурсов отхотали, отсняли и убежали в лес. Сейчас понятно, все нормально. Так, сколько это уже метров? По протяженности мы прошли уже метров 150. По высоте набрали, ну, около 70. Мы сейчас идем по контрафорсу. По хребту идем, короче. Хребок, оно соединяет вершину. Называется контрафорс. Ну, что непонятно. Какой хребет. Вот это ведь, ребята. Вот сюда. В общем, я вам скажу, что это посложнее, чем на секретном смотровуете. Поэтому идем потихонечку. Страхуемся. Кошка в сети удобнее. Я думаю, в ботинках обычных я бы уже соскочил. Поэтому обязательно приходим к Александру. Берем снаряжение. Берем самого Александра и идем сюда под его чутким руководством наверх. По-другому никак не задумайте самостоятельно приехать и полезть сюда. Заблудитесь. Александр сказал вам, керда будет. А то, что там красиво, еще и здесь прикольно. Со временем тут что-то тоже появится. Троллея, возможно, появится. Пойдемте дальше. Это я просто отдыхал. Где мы лезем? Ну, уклон где-то градусов 70, да? Не, ну серьезно. 45. Я уже сказал 75. Переделывай. 90 уже. 90 это когда невозможно стоять, не держась за остальные точки опоры. То есть когда уже отбрасывает. Ну вот-вот уже скоро. Значит, точно 70. А вершина эта. Ты секрет. Вы, наверное, думаете, что я там корчусь, да? Реально сложно. Я еще высоты боюсь. Почему я туда не смотрю? Что ждет всех участников, когда заходит сюда? Нужно довериться снаряжению и почувствовать себя немножко в невесомости. Поява очередь. Я же пристегнул. Это смотровая, куда может каждый подняться и посмотреть без страховки. Потом Виаферрат идет. Первая полка, да? Верх Виаферрат. И самая верхняя точка, это смотровая. Там находится высшая точка самой мраморки. Не путайте мраморные карьеры и мраморку. Это разные горы. Просто одна жила мраморная. Александр сказал, что это два разных объекта. Если будете путать, кирдык вам. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Что за фигня? Я тут рискую ради контента для вас. Как подняться? Не делай большие шаги, делай и повенье. Нельзя было повыше сделать? Так ты ниже долетел, а так остановишься возле твоей арматуры. Точно. Ну естественно, здесь нас ждет аттракцион. Опять переходим на эту сторону. Капец. Я уже забыл про дрон. Какой дрон тут, блин? Обратно будет спуститься. А вдвоем мы можем? Пойдем вдвоем. Сука. Очко жим-жим. На верном пути. Вот сейчас мы от поляны примерно в 100 метрах. Мне кто-то дозвонился. Здравствуйте, Сбербанк. Предлагаем условия аккредитирования. Здрава, Макс. Мы на Виаферате сейчас наверху. А со скольки лет можно встать? Если ваш ребенок активный и еще не умеет разговаривать, уже может есть. То есть ограничения нет. У нас есть детские комплекты. Касочки маленькие, обвязки. Но условия даст сопровождение родителям. Друзья, вся информация по стоимости, по времени не работает. Здесь я укажу контакты в инстаграме, да? Туда проходите, подписывайтесь и задавайте конкретно им уже вопрос. Не мне, им. Да я не знаю, сколько стоит. Я за чай пришел. А вот здесь мост будет подъездной. А вон там ниже еще один будет, вон на тот зуб. Вон, видишь, где камни на вальне? Да. Там будет еще одна Виаферата, она будет уходить и туда, к зеркалу. И по зеркалу, 200-метровой стене Виаферата, на вершину. Ну, а там уже потом капсульный отель. Сильно. Ну, то есть я захотел переночевать в отеле, я должен встегнуться, подняться с вещами своими наверх. Гид, например, поможет донести часть. Там уже будет постельное белье, вода, еда там тоже будет. С собой не надо, там спальник с рюкзаком тусить. Взял только трусики чистенькие. И телефон заряженный. Я думаю, да, мы и душ сделаем, и туалет пьет, и водичка будет, и солнечная батарея стоять. Следующий проект, да, после капсульного отеля, чтобы как попасть, это канатная дорога. Сел на подъемник и поехал в отель. Все, друзья, едем сюда, лазим, поддерживаем Александра, можете финансово. Ворона каркает. Окей, ворона каркает. В общем, друзья, спустились, впечатлений, да, много. Особенно от высоты. Уверен, что каждый, кто поднимется и увидит это, будет восхищен видами нашего Карлова Створа. Ссылку на Александра и на его инстаграм я указываю здесь. А, блин. Хорошо, я скотч не снял? Переходите туда, подписывайтесь. Хождение на биофираты занимает примерно полтора-два часа. Я обычно здесь, когда стою, людей встречаю, им рассказываю историю мраморки, когда это все произошло, образовалось, что такое карьер, и что это разные объекты абсолютно. Кстати, мраморный карьер, это правильно называется, Кибик-Кордонское мраморное месторождение. Начинается на карьере и заканчивается в Сизой. Аж там, где речка голубая. До туда идет. И по дну Енисея проходит вот эта жила мраморная. Это все Саянский мрамор. Он, кстати, использовался при облицовке многих ЖД вокзалов, и в том числе Исаакиевского собора, многих станций метро в Москве и Санкт-Петербурге. Этот Саянский мрамор, он имеет больше 20 оттенков всякого разного спектра. От розового, голубого. Вот, что я рассказываю людям. Воришки забыл. Продолжение следует...